несколько организационных моментов постараемся уложиться в час так тема не больше до тема нашей встречи так концепция диссертации на тему криминалистическое обеспечение защитов интересов защиты интересов потерпевшего по уголовным делам все правильно так в первую очередь конечно я буду повторять некоторые документы почему потому что для себя на память я тоже сохраню эту стенограмму чтобы я потом помнил как и что шло какой последовательности и так мы с вами сначала посмотрели ваш план затем мы посмотрели стенограммы ваши две штуки да у нас и затем я вас еще четыре дня назад попросил подготовить два документа степень разработанности проблемы да и концепция диссертации в вашем видении так вы соответственно подготовили степень разработанности на четырех страницах и концепцию диссертации на четырех страницах да действительно какие-то помехи идут ну ладно давайте дмитрий для начала все-таки расскажите мне так вы мне показались свои эти документы я их внимательно прочитал посмотрел вкратце пока могу сказать что во первых пока в этих текстах не не до криминалистики ну и не хватает конечно идей криминалистического характера давайте видео чего раз уж все равно толку не чтоб я вас видел и вы все таки что еще вы на словах можете сказать во первых диагностируем проблему в чем проблема почему не получается писать очень мало очень мало должно быть а вы статьи да какие-то писали все-таки у нас но писали в общем то да в то же время уже забыл давно это было и что всего лишь одна статья у вас да это печально значит и так вот давайте вернемся вот к документу с примеру стенограмма вторая стенограмма который побольше размером последние до 3 0 4 16 вы видите да что я вам фактически надиктовал тезисы например привести официальные статьи видите да 12 тезис 2 да следующем тезисе так значит все это уже изложено статье да или все-таки какие-то из этих тезисов еще не изложены к примеру пункт 6 смотрите привести типичный пример из практики так должен быть вопиющие примеры нарушения прав потерпевших например приняли заявление но не регистрировали длительные проверки наказали не наказали никого преступник избежал наказание все такое я вам здесь написал диссертации необходимо указать массу аналогичных примеров вы нашли массу примеров но сколько нашли примеров вот одно из заданий которое вам даю одно не единственное да найдите по меньшей мере двадцать примеров и изложите их по правилам которые я вам уже предлагал да правило помните статью про правила изложения примеров до 1 приготовьте пожалуйста 20 примеров ровно 20 20 примеров в суть это вопиющие нарушение закона ну то есть то как я вам расписал в стенограмме под пунктом 6 то есть эти примеры в любом случае пригодятся все вот только помимо того что я написал в пункте 6 обозначьте пожалуйста что все-таки какое окончательное решение по делу в каждом примере должно быть что решено по делу к примеру не меньше не меньше третий третий примеров должно быть не негативные а позитивные то есть смотрите 13 примеров о том что все плохо дело прекратили потерпевший в слезах так сказать ничего не получил во вторых а вот 7 примеров должны быть такие все было плохо все нехорошо однако к примеру потерпевший плюнул нанял адвоката или в дело вступил юрист представитель да вот они предприняли то-то и то-то и обжаловали действие следователя и наконец сделала посадить ночью понимаю ну давайте попробуем то есть давайте давайте повторим до 10 примеров негативных а 10 примерных позитивных то есть в которых сначала все было плохо но тут адвокат или представитель жалобы ходатайства и дело пошло и в результате позитивное решение для потерпевшего конечно размещение ущерба прекращение издевательства осуждения виновного и так далее и тому подобное повторюсь эти примеры вы не найдете просто изучая уголовных дел скорее всего вы их найдете следующим путем вы звоните адвокатом даже скорее всего адвокатом вряд ли следователем следователи вам здесь ну скажем так более эффективным будут адвокаты они вам расскажут вот эти и позитивные и негативные примеры даже если они немножко приукрасят это не страшно на их совести остается но разумеется исходя из научной добросовестности вы спрашиваете реквизиты и находите материалы этого дела по в последующем понимаете и подтверждаете все то есть ссылаетесь соответственно конкретно в сноске потом на конкретный номер уголовного дела на конкретное в общем ну а без личного обвиняем понимаете да все понятно видите а с вами именно подробно все почему потому что дмитрий ну вынужден вас критикнуть я чувствую что вы не выполнили все что я указал вам в стенограмме стенограмма ну ладно дальше что хочу сказать давайте вернемся вернемся к вашему к вашей ну для начала к стенограмме ой извините к степени разработанности проблемы в целом написано все хорошо но во первых обратите внимание на первая страница третья строчка сверху не надо вообще наверное никаких законодательных предложений не забывайте у нас специальность 12 0012 криминалистика орды мы не обязаны кроме того один из тезисов вашей диссертации то есть возможно одно из положений выносимых на защиту будет таким я вам уже говорил правовых средств защиты интересов потерпевшего что не помните что я говорю но я просто вам говорю вы вы предлагаете сформулировать значительное число законодательных предложений не надо нет я как раз хотел с вами это обсудить надо ли мне туда лезть потому что я понимаю что это в принципе процессуальная не надо да более того на защиту или уж во всяком случае в автореферат во вторую часть вы внесете такую фразу в целом правовых средств защиты интересов потерпевшего уже достаточно понимаете я вам говорил же об этом не хватает только их средств их реализации то есть криминалистических тактических методических технических рекомендаций и не хватает еще и дополнительно средств правового просвещения вот это кстати положение выносимой на защиту правовых средств достаточно недостаточно лишь средств их реализации который может предложить только криминалистика то есть технические научные положения также технические тактические и методические рекомендации а также средства правового просвещения сформированный на основе правовых норм разумеется и криминалистических рекомендаций вы понимаете меня что не поймете потом стенограмму когда сделаете вчитаетесь в нее имейте ввиду стенограмму придется делать дмитрий почти дословно вас это не затруднит нечего а стоп а разве на диктофон не записалась как думаете на диктофон записалась ну а то дачу это папин маленький сынок так дальше дальше хочу сказать что переходим от к вашей концепции диссертации вкратце просмотрим ее ладно ничего страшного дмитрий я как чувствовал что так и будет поэтому включил диктофон на своем телефоне а это значит не парьтесь пожалуйста я перешлю вам эту запись тем более что качество будет лучше да непосредственно же качество лучше чем через интернет так так что просто слушайтесь и понимаете пока что то чем я говорю общий недостаток вашего мышления дмитрий юрьевич дорогой мой вас тянет в уголовный процесс сильно тянет в процесс и вас очень сильно тянет на общие фразы имеется ввиду на фразы около тематики не до тематики предварительно к тематике но не не по тематике понимаете грубо говоря то есть я сейчас пойму с покажу чем речь примеру ваша задача описать написать рассказ мой дом то есть вы в доме живете ли в квартире квартире вместо того чтобы начинать описывать вашу квартиру с двери из прихожей вы начинаете писать моя квартира находится на планете земля планета земля это круглый шар на планете есть страна российских понимаете да да я понял очень далеко вы далеко начинаете не надо анализировать понятие потерпевший пострадавший заявитель жертва ну можно но не обязательно это стоит включить только в том случае если у вас не будет хватать как говорится объема текста а такого я думаю не будет дима не будет единственное может стоит действительно понять дать понимание разницы между пострадавшим и потерпевшим во первых и во вторых договориться что для цели настоящего исследования термин потерпевший будет использоваться не с точки зрения упк то есть не с момента признания лица потерпевшим да а с момента фактического причинения лицу вреда согласны нет да конечно то есть даже если человек дело не возбуждено мы мы его называем потерпевшим кстати говоря найдите есть по этому поводу постановление конституционного суда по моему что так сказать возникновение прав у потерпевшего возникает не с момента вынесения постановления а с момента фактического претерпевания вреда есть такое решение конституционного суда ну повторюсь это не так важно о ее предложение в проект фс потерпевший вам оно не нужно то же самое касается прав и законных интересов хотя права и законы интересы вы просто можете сказать не глубоко не вдаваясь глубоко в дискуссию уголовно-процессуального характера возьмем за основу мнение такого-то авторитетного ученого понимаете и все то есть в правовых основах вот в главе про правовые основы вы будете говорить вкратце очень кратко тезисно и фактически вы будете просто перечислять некоторые права ну и разъяснять некоторые моменты и скажем так разъяснять используемые далее понять не нужна дискуссии по уголовному процессу и уж тем более я вот смотрю вторая страница рассмотрение понятия следователь и и так далее все такое это не ваша задача вы не кроме не процессуалист то же самое посмотрите у вас в этой в концепции на странице 2 пункта 1.2 действия по собиранию поиску и тактически умелому воспользованию юридической значимой не нужно дать понятие криминалистическим знаниям тоже не нужно короче не надо рассказывать про планету земля понимаете вы понимаете аналогию пункт 1.3 значит а я не понимаю что за план то есть отметить актуальность мошенничества на современности не нужно то же самое не надо рассказывать про планету земля и не надо открывать америку она уже до вас открыт но обратите вот правильно вы здесь пометили мне это понравилось актуальность борьбы с мошенничеством в связи с развитием технологий вот это важно потому что дальше вы много внимания уделите проблемы криминалистического обеспечения защиты интересов потерпевшего именно по делам о кибер мошенничестве смски интернет-банкинг и так далее согласны со мной что это было я честно говоря да я хотел быть в эту сторону единственное что меня спущает я когда начал изучать тематику мошенничества очень много сейчас скажем по экономическому блоку и там невероятное количество совершаемых вот именно в области экономики и способов да и даже ближе она мне далека ты его имеете да экономическое мошенничество или как ну да много всевозможных и да вы фактически перечислите перечислите крупные группы мошенничества с точки зрения способов вот там у вас есть давайте вернемся к перейдем к плану вашей диссертации у меня есть документ под названием план 01 02 16 лет юп правильно или нет план 01 02 16 так мы сейчас конечно к нему еще перейдем еще немножко на третьей странице значит третий абзац сверху в концепции диссертации имеется выделите распространенные способы совершения мошенничества обманы злоупотребления доверием классификации паука не надо не надо классификацию по уголовному кодексу надо классификацию по криминалистике то есть классификация способов имеющих криминалистическое значение мошенничество напомните мне я вам вышлю в электронном виде диссертацию боровских вернее монографию он там провел обзор всего что написано про мошенничество ну краткий обзор посмотрите там кое-что полезное может быть найдете но и это не главное четвертая страница второй абзац концепции вашей надо выделить не типичные следственные ситуации возникающие по делам о мошенничестве а выделить именно вы должны сказать диссертации монографии пособий по мошенничеству много там выделены множество разных ситуаций но нас интересует только ситуации следственные имеющие отношение к потерпевшему понимаете и поэтому здесь вы выделяете следственные ситуации к примеру по делам смысле причинен вред значит преступник известен преступник неизвестен в том числе и кибер преступник примеру да или там преступник известен но недостаточно доказательств да допустим ну вы уж сами разберетесь какие там то есть выберите из имеющихся в криминалистике до типичных следственных ситуаций именно связанных с пояс проекта терпевшим вы меня хорошо слышите хорошо внимание а теперь перейдем это я слегка сделал пометки по вашей концепции теперь собственно перейдем концепции диссертации в моем введении и так про главу 1 я вам сказал правые теоретические основы правые основы я надеюсь вы уже написали или все-таки на или напишите ближайшее время то есть 11 пункта 11 плана но вы поняли мои рекомендации объем должен быть такой я на мой взгляд 15 максимум 17 18 страниц ну ладно бог с ним 20 вот правые основы я еще как говорится вам кое-что подправлю в том смысле что в этом параграфе все равно нужно сделать криминалистический уклон а криминалистический уклон вы делаете в том смысле что вот вы написали в степени разработанности проблемы слишком много внимания интересам обвиняемых и подозреваемых мало внимания потерпевшему в литературе и в то же время достаточно правовых средств защиты интересов потерпевшего может быть не хватает бы еще действительно хорошо было бы потерпевшему адвоката за счет государства да но это вы не вы же первые это сказали вы же находили работа на масса такого рода предложений поэтому вы просто можете присоединиться да было бы здорово но пока этого нет необходимо разрабатывать криминалистическое обеспечение то есть средства и и вот тут то мы переходим ко вторым вы поняли да вот так примера заканчивается первый параграф покуда так сказать нет таких изменений значит правых средств достаточно пора переходить к средствам реализации этих прав и законных интересов то есть а средства реализации очень условно можно разделить на на две крупные группы это криминалистические средства в узком смысле слова то есть научное положение а также техник я уже сказал технические тактические методические рекомендации и средства правового просвещения к чему и переходим в следующем параграфе и так здесь второй параграф я вам кратко можно сказать что я вам сейчас вот на диктовую это основная суть ваш основная суть стенограмма основная суть нашей беседы так что будьте предельно внимательны готовы параграф 12 по плану он у вас называется правые позиции сторон в уголовном процессе и сущность интересов потерпевшим ну там у вас два варианта второго параграфа вот один из вариантов такой правые позиции сторон в уголовном процессе и сущность интересов потерпевшего по уголовным делам мошенничество все ладно я понял опять не не совпадает файл короче говоря если я вам там написал что этот параграф нужен будет вам если вам не будет хватать материала так уж и быть я вам подарю этот параграф я просто за вас его напишу это конечно потребует от меня времени и это будет не в этом году календарном и это потребует потребую от вас как говорится за помощи в этом смысле но я не имел ввиду материальной помощи значит а ну я надеюсь без этого обойдемся посмотрите второй вариант параграфа второго это называется у вас используем крим знаний для защиты следователям прав и законных интересов потерпевшего двоеточие уровень разработки проблемы есть такой вот здесь пишем то сначала мы повторяем то что мы написали уже в степени разработанности проблемы так и пишите как я уже отметил как мы уже отметили в введении вот на эту тему практически ничего нет кроме процессуальных работ вместе с тем актуальность бешеная актуальность у вас будет в начале введения помните в любом автореферате и здесь как говорится и доказывать нечего а перейдем сразу к вопросам так сказать теории в настоящее время теория еще не не в достаточной степени разработана это конечно действительно есть факт вместе с тем последние годы криминалистика развивается в том числе в сторону расширения своего предмета так существуют предложения защищаются докторские диссертации ну и очень хорошие статьи к примеру об использовании криминалистических знаний в гражданском арбитражном административном судопроизводстве да об использовании криминалистики в судебном разбирательстве для поддержания государственного обвинения и можете сослаться на конкретные работы если не можете найти попросите меня я вам дам эти фрагменты понимаете да эти фрагменты по крайне мере однако про кримин обеспечение так сказать защитов интересов потерпевшего мы пока в науке большой активности не видим речь фактически идет о необходимости сформирования в дальнейшем самостоятельной частной криминалистической теории под названием криминалистическое обеспечение защиты интересов потерпевших задача настоящего исследования не входит сформировать эту теорию наверное это уровень докторской диссертации обратите внимание это ваша докторская будущая диссертация ну если вы ее осилить понимаете да значит но некоторые элементы данной теории уже можно обсудить итак первое здесь вы несколько моментов затронете первое на ваш взгляд на наш взгляд необходимо выработать принципы разработки и применения данной теории а вернее давайте-ка что давайте начнем с субъекта то есть кому предназначена эта теория разумеется прежде всего это сам потерпевший адресат рекомендации субъект теории а также следователь третьим является адвокат представитель или юрист представителя в том смысле если он защищает ну к примеру интересы потерпевшего в гражданском иске по уголовному делу и так далее кстати как вы считаете юрист не имеющий статус адвоката может выступать представителем интересов потерпевшего в досудебных стадиях мы когда-то сталкивались с подобным моментом и отказывали юристу но я считаю что это было незаконно но вы заметите вы сейчас отвечаете как следователь а надо отвечать как законник и как ученый вообще я считаю что это незаконно определенно было то есть вообще по идее может только на основании решения самого следователя ну в общем можете этот вопрос рассмотреть вкратце но подчеркиваю это процесс это не углубляйтесь в это и так вы можете констатировать да можно и следователю надо это рекомендовать и так три субъекта здесь вы указываете что у следователя к сожалению есть некая проблема дело в том что можете покритиковать систему следствия в России я же вам слал книжки там и так далее где статьи где критикуются нынешние следствия то есть к сожалению следователи завалены работой они работают в значительной степени на показатели палочная система да вы и по себе знаете дела в суд главный результат это обвинительный приговор в возмещении ущерба по делу и другие вопросы защиты интересов потерпевшего во главу угла не ставится да ведь это так более того к сожалению иногда там отдельные следователи относятся к потерпевшим как к назойливым мухам ну это я так да то есть покритикуйте следствие вот буквально на полторы страницы к примеру да с цитатами это вам совет такой вот эти вот вот эту критику не берите на свой счет просто цитируйте кого-нибудь благо много кого можно процитировать понимаете да да я понял и затем делайте такие выводы во-первых хотя следователь как и потерпевший относится к представителям своего стороны обвинения является единственным не единственным правом профессиональным представителем стороны обвинения но к сожалению практика такова что он не всегда защищает интересы потерпевшего должным образом кстати я чуть не забыл прокурор и государственный обвинитель правильно наверное является субъектами прокурор в смысле как надзирающий прокурор и государственный обвинитель как участник судебных стадий то есть вы говорите что это то субъекты это для них мы должны разрабатывать рекомендации так мы же не берем или мы берем все таки то есть мы берем все таки судебную стадию вот в этой статье вернее в этой главе вы все равно должны говорить о во всех стадиях во второй третьем главе вы конечно вы прямо скажете мы ограничимся только досудебными стадиями понимаете да дальше что поехало сам потерпевший вы описываете вкратце ну вы же уже описали правые основы по потерпевшему а здесь вы указываете криминалистические аспекты то есть в частности мнение анкетирования интервьюирования что потерпевший не знает свои права что зачастую там плюют и не защищает свои права даже их зная к сожалению там у них проблемы с деньгами бывают они не могут платить но имеется ввиду вам об этом скажут респонденты так ведь наверное вы анкетирование друг мы проводили нет да да вы вообще ничего еще не делали друг мой значит хотя ведь я вам все это надиктовал уже что это надо сделать было дальше поехали представитель ну то есть вы выводы по потерпевшему вы говорите да вот у него есть только это прав но к сожалению вот есть такие то специфические характеристики типичный потерпевший в России в частности по делам о мошенничестве выглядит таким образом ну во первых он живой во вторых он не побитый и в больнице не лежит да в третьих зачастую это человек не нищий да но так или иначе это человек который вот не защищен свои права и так далее еще можете привести такую интересную статистику например о том что активность потерпевшего сильно зависит от суммы ущерба да например если сумма ущерба до десяти тысяч ну я утрирую сейчас то потерпевший может пропасть сразу после возбуждения дела да например а вот если сумма вреда к примеру миллион рублей я утрирую да то вообще потерпевший конечно никуда не денется и будет защищать свои права ну понимаете да нет вы согласны с этим это же то что я сейчас говорю это гипотезы это гипотезы дальше дальше вы пишете что законный адвокат или законный представитель ну с адвокатами все ясно однако к сожалению вы напишете и сошлетесь может быть на работы по адвокатской деятельности у нас же есть целое научное направление наука адвокатской деятельности да и вы скажете что адвокаты тоже к сожалению вот не очень то и хорошо знают обладают соответствующими знаниями поскольку нет такой науки такой теории защиты прав потерпевших еще хуже обстоит дела с представителями потому что представители во первых не пускают а во вторых они часто бывают не юристами а в третьих даже если они юристы то они не достаточно опытные не всегда достаточно квалифицированы согласны что как ум именно поэтому говорите вы всех надо снабжать рекомендациями причем юристов заметьте следователя дознавателя прокурора гособвинителя надо снабжать рекомендациями криминалистическими тактическими техническими и так далее да а вот ну и юриста представителя может быть тоже а вот потерпевшего надо снабжать рекомендациями типа правового просвещения то есть доступным языком кратко доступно согласны в доброжелательной манере изложено все должно быть примерно так да дальше вы вы вкратце пишете потом сошлетесь на мою статью напомните мне я вам вышлю статью про правовое просвещение в криминалистике вы читали эту мою статью? нет а ведь я рассылал ну ладно дальше вы пишете что кто противостоит как говорится с кем будем взаимодействовать в вопросах защиты прав потерпевшего это несколько категорий лиц во первых сам подозреваемый обвиняемый если он установлен правильно вы там поддакивайте а то я если вас не слышу я думаю что вы потеряны связь значит сам обвиняемый и подозреваемый он конечно как правило не юрист все такое затем его адвокат всегда профессиональный адвокат наследствие особенно и все такое внимание Дмитрий Юрьевич третий субъект это доверитель это то лицо который платит адвокату как правило найдите сами вот эти данные и вы же сами это прекрасно знаете с какого момента повторить адвокат профессионал и вот собственно тут и тот момент адвокат профессиональ так вот третье лицо с кем придется так сказать взаимодействовать или бороться это доверитель вы как следователь же знаете что далеко не всегда адвокатом нанимает обвиняемые правильно? часто это делает кто? допустим родители совершенно верно родители, родственники другие представители организованных преступных формирований правильно? может быть найдите такую статистику или найдите в научных работах кто является зачастую доверителем понимаете? ссылки какие-то то есть это другое лицо официально он не участник процесса правильно? ну как вы считаете он влияет на процесс реально? на позицию стороны обвинения хотя по делам о мошенничестве может быть в меньшей степени в меньшей степени по убийствам в большей степени наверное по кражам в большей степени ну в общем вы понимаете но здесь общая теоретическая статья понимаете? в смысле параграф и вот поэтому вы говорите что необходимо чтобы субъект субъект защиты ну так будем называть субъект защиты интересов потерпевшего должен понимать что ему противостоят по меньшей мере 3 противника да? обвиняемые и подозреваемые его защитник и и и этот доверитель но доверитель не всегда да? может еще и указать может быть соучастники соучастники и допустим представители организованных преступных формирований согласны? которые иногда кровно заинтересованы чтобы эта сволочь молчала ну или там вы понимаете меня да? чтобы дело не было доведено до суда дальше это вот серьезные товарищи затем вы говорите о том что в этой теории должны быть принципы формирования и применения положений и рекомендаций так сказать по защите интересов потерпевшего напомните мне я вам вышлю фрагмент работы что такое принципы применительно к методикам расследования так вот ну краткую работу я вам вышлю так вот я вам предлагаю пока что к примеру перечислить 3 принципа использования и рекомендаций формирования и использования подчеркиваю первый принцип это принцип приоритета добросовестности следователя вы сейчас поймете о чем я говорю хорошо меня слышно? да хорошо несмотря на то что вот мы покритиковали следователя выше да? все таки надо помнить что большинство следователей это честные и порядочные профессионалы и в общем то они стараются защитить потерпевшего как могут но не всегда и получается поэтому нельзя воспринимать следователя как своего врага нельзя потерпевшему его представителю понимаете да? адвокату нужно просто понять что у него есть свои проблемы и надо ему помочь то есть принцип принцип не приоритета а принцип презумпции добросовестности следователя вот так то есть при прочих равных условиях стараемся ему помочь защитить чтобы помочь ему защитил права предпевшего понимаете? ну только если он категорически такой непрофессионал есть такие у нас да? тогда придется и обжаловать его действия и требовать так сказать отвода замены следователя ну и так далее наказания всякое бывает правильно? только в крайнем случае вот прямо так надо написать почему я вам этот принцип предлагаю Дима мы же с вами бывшие следователи да? вы адъюнкт работе к системе МВД в своей диссертации вы не должны уходить в критику следственных органов понимаете? да еще и вернуться придется поэтому вот этот принцип на защите будет выглядеть очень красиво с точки зрения тактики защиты понимаете? даже не тактики а стратегий и вы вынесете на защиту этот принцип принцип презумпции добросовестности следователь признаватель второй принцип это принцип принцип так называемой дискрименционной инициативы или проще принцип наступательности со стороны потерпевшего смысл какой? сторона обвинения должна наступать на стороны защиты она должна лидировать она должна быть как говорится сверху для этого напомните мне я вам вышлю статью про наступательность расследования вы возьмете из нее цитаты и изложите и разовьете эту идею что наступательность это не только прерогатива следователя но и потерпевший к сожалению в наше время да Дмитрий если потерпевший по делу мошеннисти сидит и ждет когда ему деньги вернут он ведь нифига не добьется правильно? так не только в мошеннисти конечно ну это по всем делам а вот этот параграф то и есть по всем делам понимаете? и дальше идея какая надо наступать то есть во второй и третьей главе где будут перечислены такие методы как так сказать ходатайство с требованием возместить ущерб ходатайство об изменении меры пресечения на боли строгую требование провести обыскорестное имущество ну ходатайство или жалоб жалоба на действия следователя и инициация переговоров и так далее согласны? то есть вы здесь вот только перечислите вам не надо будет глубоко здесь описывать все это просто перечислите что вот такие наступательные средства более того вплоть до того что к примеру вы просто приводите пример одним из элементов наступательности вернее так сказать атрибутом наступательности будет инициация перед следователем расширение предмета доказывания и выдвижение версий о том что этот обвиняемый совершил и другие аналогичные преступления и не только аналогичные да представляете как страшно будет обвиняемым если потерпевший находит к примеру информацию да о том что такое то еще и другие преступления совершал да и фактически уже образует целый консилиум потерпевших то есть помогает другим потерпевшим подать заявление и вот они всем миром уже требуют так сказать растерзать обвиняемого страшно да эффективно со стороны потерпевшего вот заметьте Дима вот это криминалистика то что я сейчас говорю вот это криминалистика вы такое в процессе найдете уголовном вот это и есть криминалистика то что я сейчас говорю вы такие рекомендации в уголовном процессе найдете да нет конечно нет и так вот принцип наступательности выражается вот в массе таких подходов кроме прочего это здесь вы все будете причать кратко а в третьей главе вы об этом напишите поподробнее к примеру да один из методов будет инициация переговоров со стороны потерпевшего да обязательно при участии по возможности при участии с обвиняемым ой со следователем да следующий метод к примеру инициация ареста на имущество я сказал да инициация принятия мер для того чтобы обвиняемый не сбежал за границу далее инициация мер направленных на защиту потерпевшего то есть написать заявление к примеру о применении федерального закона о защите потерпевших да согласен может же потерпевший да конечно и дело в это обращается да дальше то есть все это и это же все инициатива все это конкретные методы и все они инициативные и наконец еще один метод ноу-хау я вам просто дарю эту идею подготовка проектов документов за следователя и предупреждение стороны защиты о том что эти документы могут пойти в работу к примеру почему бы потерпевшему и его представителю не подготовить постановление к примеру да проект постановление следователя о возбуждении ходатайства перед судом об избрании другой меры пресечения как вы считаете это законно со стороны потерпевших а а законно а че тут незаконно он же не подписан документ почему вот в гражданском арбитражном процессе там же принято готовить для судей проекты документов это права и оппозиция стороны защиты это права и оппозиция потерпевшего его представителя понимаете и как вы думаете можно было бы угрожать обвиняемым ее адвокатом показав ему такой документ и сказав вот мы сейчас будем просить следователя подписать эту бумагу это аргумент серьезный как вы считаете я думаю что да вот и в некоторых ситуациях заметите с учетом некоторых особенностей заметьте да дальше обратите внимание что а следующий принцип это какой по счету уже будет шестой неправильно какой был первый принцип мы сейчас говорим о организации в смысле переговоров у меня был нет это методы а принцип первый был презумпцией добросовестности следователя все понял понял второй был принцип инициативы и тут мы перечисляли конкретные методы а третий принцип это принцип Дима третий принцип это принцип допустимость принцип приоритета компромисса вот этот принцип приоритета компромисса со стороной защиты запросите у меня статью или фрагмент монографии о компромиссах ну вообще то вы это читали у Поповой немножко вернее Попова гармай есть есть ваш совместный труд да там про принцип компромисса написано с преступностью только здесь его надо значит его надо адаптировать к интересам потерпевшего то есть вкратце он гласит так потерпевший должен как бы он не угрожал как бы он не пыжился как бы он не шел на конфликт но потерпевший должен понимать что все равно самые эффективные методы как правило это методы компромисса то есть договориться по хорошему да но с позиции силы и тут вы перечисляете какие все таки в основном интересы у потерпевшего бывает это опять таки нужно выяснить через анкетирование а лучше через интервью итак перечислите мне какие интересы у терпевшего ну вернуть ущерб ну то есть возместить да да права соответственно раз они у него нарушены некоторые просто принципиально идут суд чтобы добиться какой-то отдачи допустим извинения так еще наказать то есть желание возмездия да возмездия дима дима могу предположить дмитрий что первый и главный интерес это безопасность то есть потерпевший должен быть уверен что его не убьют за его активность согласно ну или не отомстят иным образом ведь могут отомстить детям могут повредить имущество может сжечь машину правильно итак вы перечисляете в этой главе или в предыдущем параграфе помните вот вариант параграфа номер один два правые позиции сторон можете вы там может там это будет написано итак безопасность 1 материаль возмещение материального ущерба 3 2 и только 3 4 идет возмездия извинения так сказать это да и прочее и прочее согласны ну я могу быть неправ это вы выясните через социологические методы и здесь это вкратце и потом вы говорите а какова за интересы обвиняемого в таком случае разумеется прежде всего уйти от ответственности и по возможности как можно меньше за это заплатить да а лучше вообще не платить так вот даже собственно адвоката желательно кинуть и так на деньги мошенники это же в принципе большинство из них это же ну по-настоящему по-человечески это люди непорядочные поэтому они собственно адвоката готовы кинуть не только это но это кстати это вы расскажете во второй главе а здесь вы говорите о том что у обвиняемого другие интересы и поэтому с одной стороны без угрозы его интересам он на компромисс не пойдет согласно то есть добровольно он ущерб не возместит то есть вы даже можете вынести на защиту этот тезис что к сожалению как показало изучение следственно-судебной практики а также результатов анкетирования стало ясно что преступник типичный преступник по делам о мошенничестве добровольно без угрозы его интересам законным и незаконным значит ему на интересы потерпевшего глубоко наплевать правильно поэтому к сожалению с ним надо разговаривать во-первых с позиции силы надо обозначить подумать как это обозначить слово с позиции силы мне лично не нравится кажется опасным ну или там с сильных позиций можно вот так вот да с сильных правовых позиций или с сильных правовых и тактических позиций вот запишите это с кинограмми потом но тем не менее предлагать компромисс к примеру сделка сделка такого рода ну можно так ее назвать типовой значит мы не настаиваем на лишение свободы а вы нам возмещаете ущерб и приносите извинения к примеру такая формула да общая и тому подобные формулы формула же может быть детальнее к примеру график погашения можно составить да вопрос об извинениях или к примеру вопрос о том чтобы компенсировать ущерб но не деньгами к примеру а вот договорились что он обвиняемый продаст машину и передаст его стоимость в присутствии следователя к примеру то есть все это предмет переговоров и в этом параграфе вы в конце скажете ну вот этот принцип принцип компромисса вы скажете что как правило основным инструментом будут переговоры между с одной стороны следователь потерпевший и его представитель с другой стороны обвиняемый и кто и его кто защитник 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 а может быть и доверитель ну или законный представитель адвокат ну в смысле родитель например да вот это принцип компромисса и наконец четвертый принцип может быть это и не принцип вовсе а общее правило давайте сформулируем как принцип принцип недопустимости незаконных средств защиты интересов потерпевшего и вот здесь вам необходимо привести примеры дело в том что у нас сплошь и рядом потерпевших сажают и привлекают к ответственности и шантажируют перечисляйте некоторые незаконные методы во первых шантаж имеется ввиду нет не шантаж а вымогательство статья 163 и здесь вы на двух трех страницах наверное изложите в чем отличие законного требования потерпевшего от вымогательства сможете с уголовного права и типичные примеры вот по такому-то делу по мошенничеству такой-то начал вымогать обвиняемый записал на диктофон потерпевшего подал жалобу заявление и уголовное дело возбудили в отношении потерпевшего найдете такой пример я сделаю все возможное и невозможное второй метод второй незаконный метод это очень опасный метод это ограничение свободы либо похищение незаконное лишение свободы помните да преступный метод укажите статьи уголовного уголовного кодекса две статьи да лишение свободы и незаконное лишение свободы и похищение И приведете примеры, как потерпевший в сердцах взял и силой затолкнул обвиняемого в свою машину, грубо говоря, провез 5 километров. А? Самосудование. Нет. Это именно незаконное лишение свободы. А может быть и похищение. К примеру, через 5 километров он его даже отпустил. Или затащил его в лес, поугрожал, поугрожал, а потом отпустил, тот пешком вернулся и тут же побежал, заявление написал. Правильно? И потом уже обвиняемый, это сволочь, это мразь, мошенник, шантажирует потерпевшего и скажет, ты забирай заявление свое по мошенничеству, и я, может быть, прикачу, и еще ты мне денег должен, сукин сын. Понимаете? Бывает же такое? Наверное. Найдите такие примеры, это вам опытные следователи расскажут. Или опытные адвокаты. Третий незаконный метод. Это, конечно же, физическое насилие. Затем следующее. И приводите примеры. Затем угрозы убийства. Доведение до самоубийства. Ну, покушение на доведение там, через покушение или как. И, наконец, оскорбление. Клевета, оскорбление и все такое. К примеру, слышали же там, ну, как в той знаменитой книжке, вернее, в фильме. Он у меня похитил два, три портсигарных импортных, три магнитофона. Да? То есть, часто потерпевшие начинают преувеличивать размер своего ущерба. Во-первых, это заведомо ложный донос. Так ведь? Во-вторых, дача заведомо ложных показаний. 307-я статья УК. 306-307. В-третьих, это клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления. 120. Какая статья? Клевета. Девятая. Со значком. Дима. Безобральное. 129-я, со значком 1, по-моему. 128-я. Итак, вы перечисляете, как говорится, типичные преступления и иные правонарушения, которые может... Оскорбление тоже укажите. Оскорбление сейчас вроде неприступно, но в административном кодексе же есть ответственность. Итак, вы вкратце перечисляете незаконные средства воздействия потерпевшего на сторону защиты. И говорите, что вот это недопустимо, это красные флажки. И вот здесь вы, заметьте, в дальнейшем вы напишите памятку для потерпевшего через следователя, да? Буквально каждому потерпевшему сразу после, грубо говоря, там, допроса и подписания постановления о признании потерпевшим нужно выдать эту памятку. Как ты потерпевший, не дай бог, как нельзя общаться с обвиняемым? Согласны со мной? Да. Вот это четыре, я вам продиктовал, четыре принципа. Итак, я вам продиктовал, фактически сейчас, основы теории, задачи перед вами поставил. И вот скажите мне, ну, стенограмму, как обычно, двое суток. Ну, теперь скажите мне, за сколько вы сможете написать этот материал, проект? С ученым поиска примеров. Месяц хватит? Не знаю. Да, я думаю, да. Ну, вот за месяц. Конечно, раньше. Желательно раньше. Конечно. Давайте так. Не позднее 5 сентября мне, пожалуйста, проект этой главы. Хочу сказать, что если вы хорошо справитесь с этой задачей, это у вас будет даже не один параграф, а два. Но все, что вы напишите, это будет хорошо. Все будет использовано. Понимаете? То есть, я вам сейчас фактически надиктовал текст формально одного-полутора параграфов. Если вы напишите вот это, это фактически теоретическое, вы чувствуете, что это именно и есть теоретическая основа. Я вообще не в ту сторону смотрел. А вот вы сейчас то, что сказали, собственно, все, что я делал, это действительно было вообще не туда, даже близко туда. Потому что вы занимались не криминалистикой. Потому что вы не поняли вообще, что такое криминалистика и чем она не отличается от процесса. Дима, а это значит, что вы мало читаете литературу? Ну, проблема общая. Я по-прежнему считаю, что вы у меня один из самых талантливых учеников, адъюнктов. Поэтому, пожалуйста, не расслабляйтесь. Можно я сразу тогда по первому моменту, по правовой основе... Мне нужно уходить в международные акты? Ни в коем случае. Только если чуть-чуть. Только если чуть-чуть. К примеру, исключительно в аспекте того, что неплохо было бы, конечно, и нам этот опыт перенять. Но статью можете на эту тему написать. Но имейте в виду, вот это для вашей диссертации, это как для собаки пятая нога. Нет. Вру, нет, нет. Наверное, нет. Это, знаете, это как для телеги. Не пятое колесо, но красивое покрывало. Короче говоря, с точки зрения чистой науки, Дима, ссылка на зарубежный опыт вообще обязательно нужна. С точки зрения практики защит диссертации в России, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, этого обычно не требуется. Так как вы поступите? На оценку 4 или на оценку 5? Нет, но если это приветствуется, почему? Конечно, мы обратимся к ним. Но обратите внимание, опять-таки, на серьезную опасность. Мы с вами криминалисты, поэтому больше приветствуется иностранный опыт в криминалистическом аспекте, а не в правовом. Понимаете? Я понял. Хотя криминалистика впитывает в себя, сами знаете, любые законы и так далее, там, правовые основы. Почему у вас целый параграф назван правовые основы? Но, тем не менее, почему я вам дал жесткий, жесткий лимит? 15-17 страниц, не больше. Понимаете, да? Пропадайте. С какого момента вы меняли? Не-не-не, просто последнее два слова. Итак, до 5 сентября. Фрагмент работы с примерами. Сами примеры. То, что я вам рассказал, 20 примеров привести. Это сделайте, пожалуйста, раньше. За 20 дней. То есть, к примеру, до 30 августа. Так? Ну и на будущее я вам скажу, еще раз делаю вам замечание. Обращайтесь к учителю. Это нормально. Советуйтесь. Но! Не халявьте. Вы, Дима, здорово халявите. Но, тем не менее, почему я сам вызвался, Дима? Вы оказывали мне некоторую помощь методическую. Я это ценю. И поэтому я сам, вопреки моим же правилам, инициирую с вами встречу. Вы мне оказывали помощь в учебной работе. Я это ценю. Поэтому иду вам на встречу. Я и дальше буду вам помогать. Но при условии, если вы не будете сами халявить. Ладно? Меня заинтересовало, Евгений Федорович. Я понимаю, что... Я буду... В конце следующего года... В конце следующего учебного года надо выходить на защиту Димы. То есть, в мае. Да, хотя бы. Да. У вас адъюнктура-то когда заканчивается? Ну, собственно, в следующем году и заканчивается. В ноябре. То есть, 1 ноября я уже должен быть в распоряжении своего комплектующего. А, соответственно, 30-го выпуститься должен. Ну, ноября. 18-го года. 30-го октября. Ну, то есть, последние две месяца. Ну, все у вас... Все у вас должно... Все у вас должно получиться. Ну, только не халявьте, пожалуйста. Ладно? Еще такой вопрос, Юрий Петрович. Что касается интервенирования... Вот именно... Очень хороший вопрос. Алло. Я вас не слышу. Продолжение следует... ... 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 Продолжение следует... Вы меня слышите, Дмитрий? Вы меня слышите, Аля? Что вы хотели спросить про интервьюирование? Да, и это по потерпевшему, Юрий Петрович. Я про то, что... Как мне искать респондентов, собственно, для интервьюирования по потерпевшему? Потому что я не очень... Потому что следователям понятно. То есть обратился в учреждение, да, и, собственно, все провел. А как мне выискивать потерпевших, причем в таких объемах? Чисто техническое... Про объемы, поскольку идет запись стенограммы, объемы обсуждать не будем. Прежде всего и больше всего вам, конечно, помогут адвокаты. Они сами вам много чего расскажут и укажут на конкретных потерпевших, которых после этого можно... По их ходатайствам можно допросить. Ой, извините, а просить. Во-вторых, следователи. Вы разговариваете со следователями, ставите перед ними задачу. Они напрягают мозг, вспоминают уголовные дела. Находят это уголовное дело. У них всегда есть справка. Справки есть, адрес и телефон. Выходите на потерпевшего и представляетесь. В общем, берем уголовное дело и смотрим, где живет, и как с ним связаться, и общаемся с ним. Да, но прежде всего личные отношения, конечно, личные отношения. Короткие вопросы. Короткие, четкие вопросы. И подчеркиваю, метод интервьюирования не менее, а обычно более эффективен. В вашем случае особенно. А чисто технически мы же можем идти по телефону его провести, да? Да. Более того, вы это можете даже сделать по интернету, через сайт ВКонтакте, к примеру, соцсеть. Обратитесь за помощью к моим ребятам, к Алене Витальевне. У нас есть специалист по компьютеру, ну, в общем, по СММ. И можете его задачить. Но у него не очень шустрый сайт, в смысле, страничка не очень раскрученная. Поэтому подумайте, может быть, кого-то еще попросите. В интернете провести опрос. По телефону опрос. Ну, потом, Дима, не забывайте, что у нас в стране потерпевшие – это все население. Большая часть людей в нашей стране, совершеннолетних, по меньшей мере, один раз были жертвами преступлений. Вот скажите, вы сами потерпевшими были? Ну, тьфу, у меня родители были. Ну, что, ни разу у вас ничего даже не крали. Ни мобильный телефон, ни шапку. Ну, у меня лично нет, слава богу. Ну, везет вам. Жена у меня была потерпевшим. Ну, я раз в 15 был потерпевшим. Но, видите, потерпевших-то кругом тьма. Так что думайте. Вот, для того, что иди на улицу, вставай и спрашивай, да? Да, ради... Потому что нужны помошенники. Прежде всего, друзья, знакомые и так далее. Не хватает по делам о мошенничестве, но лучше найти коммерсантов, вот, обиженных на страну. Таких много. Вот, по делам о мошенничестве. Много кого. Прежде всего, используйте метод от знакомых и друзей. Задача есть на? Да, я понял. Спасибо большое. Запросите у Елены Ильиничной. Я, по-моему, там какую-то методику писал, или стенограмма есть, о том, как использовать метод экспертных оценок. Как использовать метод экспертных оценок. По-моему, есть стенограмма хорошая. Все, я вам прямо сейчас закачиваю и шлю вот эту стенограмму. Она составляет час четырнадцать. Один час четырнадцать минут. Хорошо. Хорошо. Возможно, я вас попрошу даже обработать эту... Вы заметите, я вас называл все время по имени, по фамилии не называл. Может быть, я буду знакомить с этой стенограммой других своих аспирантов или студентов. Вы не против? Да нет, Юрий Анатольевич. Ничего же секретного вроде нет? Да нет ничего секретного, конечно. Критика тоже не жесткая. Критику можете убрать. Я имею в виду, что... Что, возможно, я... Вы умеете вообще редактировать аудиозаписи? В программе? Ну, я думаю, ничего сложного нет. Сейчас масса программ. Абсолютно. Разберусь в плене. Все, давайте. Спасибо. 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 Продолжение следует...